Добрый день! Продолжаем подготовку ЕГЭ по обществу знаний. Сегодня мы рассматривать будем задание номер 28. Данное задание относится к сложным заданиям ЕГЭ по обществу знаний. Задание состоит из одного большого компонента. Нужно написать сложный план. При этом, например, мы возьмем научное опознание. Если я пишу план по данной теме, план должен содержать не менее трех пунктов, непосредственно раскрывающих тему, из которых два или более детализированных подпунктов. То есть получается 1, 2, 3, А, Б, А, Б. Ну, желательно еще четвертый пункт, тоже с подпунктами А и Б. Количество подпунктов каждого детализированного пункта должно быть не менее трех, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта. Давайте посмотрим на критерии. Выпускник должен выполнить следующие мыслительные операции. Выявить вопросы, пункты, планы, обязательные для раскрытия предложенной темы. То есть получается мы заранее подразумеваем, что есть некие обязательные пункты, которые выпускник обязательно должен вспомнить. Если он этого не сделает и что-то пропустит, соответственно, это у него будет минусоваться. Продумать формулировки пунктов плана, чтобы они соответствовали заданной теме. Составить сложный план, детализировав под пунктах не менее двух пунктов плана, непосредственно раскрывающих тему по существу. Проверить, работают ли правильно я сделал или нет. На раскрытие заданной темы не является ли формулировки абстрактно-формального характера, не отражающей специфики темы, проверить корректность формулировок. Давайте ответ посмотрим на именно то задание, которое мы рассматриваем. Ответ может быть следующий. Научное познание – один из видов познания объективного мира. Особенности научного познания. Стремление к объективности, к изучению мира таким, каков он есть, реальный мир. Специальный язык, включающий особые термины, строго определяемые понятия, математические символы, особые процедуры проверки результатов. Уровни научного познания – эмпирические, теоретические, методы научного познания, научное наблюдение, описание, классификация, научный эксперимент, мыслительный эксперимент, выдвижение гипотез, научное моделирование. Соответственно, получается, то, что у нас выделено красным, пункт номер 2, пункт номер 3 и пункт номер 4, они обязательны для раскрытия. Любые другие пункты я могу добавлять, убавлять, но эти три я должен отразить в своей работе. Давайте рассмотрим теорию. Научное познание – это особый вид познавательной деятельности, направленный на выработку объективных, системно-организованных, теоретически обоснованных знаний о природе, человеке и обществе. Давайте рассмотрим его компоненты. Уровни. Выделяют два уровня – эмпирический и теоретический. В эмпирическом пути – формы знания, научный факт, эмпирическая закономерность, методы эмпирического пути, методы наблюдения, эксперимент, измерения, описания, систематизации и другие. Теоретический – формы знания, проблема, закономерность, закон, гипотеза, концепция, теория и другие. Методы общефилософские, например, это диалектика, общенаучные анализы, синтез и другие. Методы конкретных наук. В конкретных взятых наук. Формы. Научный факт, эмпирический закон, проблема, гипотеза, теория. Методы эмпирического сознания. Наблюдение, эксперимент, измерение, описание, классификация, систематизация. Особенности научного познания. Объективность, проверяемость, рациональность, системность, доказательность. Язык науки – это особые термины и понятия, которые мы применяем. Как раз вот это сейчас мы и проходим. Специальные способы и инструменты. И последнее – это виды. Виды наук подразделяются на социально-гуманитарные, науки, опознания и мышления, точные, технические, естественные. Социально-гуманитарные – это наш предмет общества знаний, например, может быть, истории и другие. Науки, опознания и мышления, логика и другие. Точные, технические – информатика, математика, естественные – химия, биология, физика. Соответственно, получается, данное понятие довольно сложное и объемное. По нему написать, с одной стороны, трудно, планно, с другой стороны, как бы, наоборот, легко. Почему? Потому что компонентов очень много. Научное познание выделяет как отдельный вид познания мира. Но кроме научного познания, у нас же есть еще ненаучное познание. Ненаучное познание – это мое житейское, житейские какие-то мои знания, это религиозные мои познания могут быть. Но в данном случае мы будем рассматривать только научное познание. По этой теме можно выделить пять основных компонентов. уровни научного познания, форму научного познания, методы эмпирического сознания, особенности научного познания и виды. При этом очень важно не путать виды с формами, отдельные методы с особенностями. Давайте рассмотрим отдельно взятые примеры. Первый ответ. Научное познание. Место научного познания в современном обществе. Выпускник выделяет это как отдельный пункт. Исторические этапы развития науки. Критерии уровня научного познания. Подпункт 3.1. Критерии научного познания. Обоснованность, проверяемость, доказанность на практике. 3.2. Уровни научного познания. Эмпирический, теоретический. Типология наук и дисциплин. Естественные, технические, социальные, гуманитарные. Эффективность научного познания по сравнению с другими видами. Философскими, религиозными и так далее. Соответственно, в данном случае балл выставлен таким образом. План отражает в целом определение понятия, что такое научное познание. Но, к сожалению, пункт 3.1. Некорректно использовано словосочетание критерий научного познания. Обоснованность, проверяемость, доказанность на практике. Это не критерии научного познания. Следующий пример. Второй пример. Определение научного познания. Процесс научного познания. Подпункты. А. Теория. Б. Подтверждение проверки. В. Доказательство опровержения. Третий пункт. Виды научного познания. Эксперимент, теория, наблюдение, заключение. В данном случае 0 баллов. Почему? Потому что все смешано. Нет системности. Классификация в данном случае представлена неправильно. Третий пример. С одной стороны, если посмотреть, очень мало написано. Но давайте прочитаем. Понятие научного познания. Особенности научного познания. Рационализм, системность, объективность. Виды научного познания. Теоретический, эмпирический. Роль научного познания в жизни общества. 3 плюс 0. 3 это полный правильный ответ. У нас есть сложный план. Не менее чем 3 пункта. Из которых 2 с под пунктами. А и В. При этом вот этот 0, который мы не смогли заработать. Это без ошибок. Полное отражение данной темы должно быть. Если все написано без ошибок, в данном случае слово виды является неправильным, некорректно использовано. Из-за этого вот этот балл убрали. Если бы этого слова не было, тогда это был бы идеальный ответ на 4 балла. Так, ребята, мы сегодня рассмотрели задание номер 28. Можем еще раз вернуться к критериям. Посмотреть, как ответ должен был выглядеть в идеале. Как мы видим, вот 3 основных компонента, которые должны быть. Особенности научного познания, уровни научного познания и методы научного познания. В принципе, все учащиеся, чьи работы мы рассматривали, использовали в своей работе. Но по-разному. Кто-то успешно, кто-то не очень. Поэтому от 0 разброс до 3 баллов. К сожалению, никто из данных выпускников 4 балла получить не смог. Но при этом надо понимать, что не обязательно вот именно в таком виде план должен выглядеть. Просто вот эти компоненты, которые есть, особенности, какие должны быть. Именно научного познания. Уровни познания, эмпирические, теоретические. И методы познания, не обязательно так много, достаточно двух. Обязательно надо писать. Если это вы сделаете, то вы успешно сможете решить данное задание. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok